Всем привет! Счастливым обладателям предзаказа на Battlefield 5 уже выпала возможность опробовать игру в открытом бета-тесте. Ну и я оказался как раз одним из таких и спешу поделиться первыми впечатлениями под выжимки своего геймплея на моем домашнем компьютере. Расскажу немного о своих впечатлениях после Battlefield 1, в который я до этого играл, ну и заодно фоном вы и посмотрите как раз на производительность моей системы с GTX 1080 Ti и Intel Core i7-6700K. Ну и на оптимизацию игры, конечно же. Итак, поехали. Настройки я поставил те же, что стоят у меня в BF1. Это Full HD, ультра настройки, плюс 130% скейлинга, которые дают резкость картинке, ну и до конца нагружают мою видеокарту. Мыльное ТАА сглаживание, как видите, отключить совсем теперь нельзя, ну а насчет вертикальной синхронизации в онлайновых шутерах, мне так удобно, мне так нравится. Я вот лично лучше пожертвую парой миллисекунд отклика, чем буду постоянно наблюдать вот эти разрывы кадров. Ну и первая моя реакция была, конечно, блин, так это же Battlefield 1, даже снежная карта там уже была. Ну а чем больше я играл, тем больше, конечно, чувствовалась разница. И, во-первых, стрельба тут чуть-чуть другая. Не знаю, по первым ощущениям кажется, что все оружие стреляет теперь еще более криво. Хотя, возможно, мне это только кажется. Во-вторых, анимация и перемещение управления вот самим игроком немножко по-другому чувствуется. Игрок, кстати, теперь может лежа ползти назад, как в том же Rainbow Six Siege. И, в-третьих, в игре много новых звуков, и от некоторых из них, например, от бомбардировки самолета, иногда прямо пробегает мурашки по коже. Что касается картинки, самое главное отличие от BF1, здесь стало гораздо больше частиц. Это и красивый снег, и листва, которые пытаются как-то вроде бы по физике красиво подняться в воздух. Ну и плюс куча других пост-эффектов. Короче, врага теперь будет еще сложнее заметить. Особенно, если вы пытаетесь это сделать с самолета с воздуха. Кстати, такое обилие частиц мы уже видели в том же Star Wars Battlefront, и, судя по всему, они просто перекочевали сюда из него. Ну а что хочется отметить? Огонь. Огонь, который я ругал в предыдущем видео, от него, кстати, не тянет стошнить, в отличие от трейлера. Так что огонь здесь вполне себе ничего, лично я спокоен. Что по физике? Ну, во-первых, теперь можно строить укрытие из тех же мешков, досок, как в том же Fortnite, например. И в теории это должно неплохо так разнообразить геймплей. Но самое главное, разрушений теперь еще больше. Например, на танке можно реально, как в том трейлере, просто со всей скорости заехать в дом и сломать его к чертям. И, кстати, управление танками стало похоже на World of Tanks или тот же War Thunder. Есть прицел общий и есть прицел текущий. То есть вы не можете сразу резко повернуть башню танка и попасть во врага. Вам нужно ждать некоторое время, пока прицел повернется вместе с основной башней. Так что два вот этих мельтешащих и вечно трясущихся прицела на экране раза в два, наверное, усложняют стрельбу на танке и мне лично немного портят удовольствие от техники. А вот любителям World of Tanks или War Thunder, я думаю, наоборот понравится. А еще теперь нельзя помечать врагов через прицел, как раньше. Можно только пометить область примерную, где вы их видели в последний раз. Аптечки и патроны теперь нужно подходить и нажимать специальную кнопку, чтобы ты сам их подбирал. Там добавлена новая анимация. Для оружия куча модификаций. Теперь можно изменять цвета, прицелы, глушители, обоймы и так далее. Самолеты теперь стали вообще деревянные, то есть петли на них вообще никак не сделаешь, как в первом БФ. Ну и из таких мелких изменений это пока все, что я вспомнил. Ну что, на этом я пока прощаюсь с вами до следующих видео и оставляю вас просто со своей сочной нарезочкой геймплея. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok